Приветствую! В этом видео мы поговорим о ситуации, в которой военно обязанный мужчина имеет право отказаться от повестки и никакой ответственности за это не понесет. Ни административной, ни уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в этом случае быть не может. Что же это за случай? Ну, во-первых, нужно понимать, когда человек может получить повестку. Поэтому повестку, согласно закону, тебе могут вручить на работе, тебе могут вручить по месту учебы, либо по месту жительства. Далее, также повестку могут вручать представители ТЦК и СП, бывшего военкомата. И при этом они могут вручить, ну, в первую очередь, где они обычно вручают, по месту нахождения, соответственно, ТЦК и СП. Именно об этой ситуации мы сейчас с вами и поговорим. Кого касается эта ситуация? Тех людей, которые имеют право на отсрочку. Вот если у вас есть право на отсрочку, вы в этом уверены, вы точно знаете, что в соответствии со статьей 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, у вас есть право на отсрочку, у вас есть все подтверждающие это документы, вы находитесь в ТЦК, вы прошли уже ВЛК и вам дают повестку на отправку, вот здесь вы имеете полное право отказаться от этой повестки. Почему? Потому что если у человека есть право на отсрочку, то он пойти на службу в армию может только по своему желанию. Если же вы своего желания не изъявили, если вы не написали заявление о том, что там прошу принять меня, я хочу добровольно идти на службу, то в этой ситуации выдавать вам повестку это как минимум некорректно со стороны ТЦК и СП. К сожалению, такие ситуации достаточно часто встречаются. И неоднократно ко мне обращались люди, и вдумайтесь, у которых даже инвалидность была. И я говорю о людях, которые пришли на ВЛК, были признаны ограниченно пригодными, подали документы о том, что у них инвалидность второй группы, и при этом ТЦК и СП дают им повестку на отправку. С точки зрения закона это нонсенс. Если человек не заявил о том, что он хочет идти на службу в армии, выдавать ему такую повестку просто нонсенс. Ну ТЦК и СП это делают. При этом, подчеркну еще раз, если у вас есть право на отсрочку, независимо от оснований, вы студент, у вас трое детей, у вас инвалидность есть, у вас жена с инвалидностью, родители, тесть или что-то другое. Не важно, какое основание для отсрочки. Если после того, как вы прошли ВЛК, вас признали пригодным, либо ограниченно пригодным к службе в армии, и вам дают повестку на отправку и говорят, что ты должен явиться с вещами, вот в этой ситуации категорически рекомендуется отказываться от повестки. Это ваше право. Это право по сути закреплено в 23 статье закона про мобилизацию. Вы освобождены от призыва, вас нельзя призывать, вас можно принять на службу только по вашему добровольному волеизъявлению. Если этого не произошло, все, вы отказываетесь от повестки. И, конечно же, здесь возникает вопрос, а что будет? Вас пугает это, а что будет, если я откажусь от повестки? Давайте рассмотрим самый плохой вариант, который только возможен. ТЦК и СП продолжают гнуть свою линию и вызывают полицию. И полиции он сообщает о том, что вы злостный, мол, уклонист, что вы отказываетесь от принятия повестки, повестки на отправку, чем совершаете преступление, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва во время мобилизации. Ну и представим себе, что полиция говорит, окей, все, мы принимаем ваше заявление. Дальше что они будут делать? Они будут отбирать у вас пояснение. Скорее всего, вам предложат проехать с ними в отделение полиции, где вы можете спокойно дать пояснение, что вы отказались от повестки на том основании, что у вас есть право на отсрочку. И, конечно, опять же, здесь мы подразумеваем, что у вас оно действительно есть, у вас есть подтверждающие документы, вы полиции предоставляете эти документы, они, скорее всего, захотят их проверить, да, не поддельны ли это документы. Что может быть дальше? Представим самую плохую ситуацию. В полиции оказались люди, которые, ну вообще ничего в этом не понимают. Они состряпали уголовное дело и передали в суд. Представим себе такую ситуацию. Хотя пока судебная практика, кстати, показывает, что вообще такого ни разу еще в Украине не было. Я, как вы знаете, я слежу за судебной практикой, ежемесячно публикую такие своеобразные отчеты о статистике, разбираем мы новые интересные приговоры по тем случаям, когда привлекают к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Так вот, подобных ситуаций, чтобы привлекали людей, которые имели право на отсрочку, еще не было. Но представим себе, передали это в суд. Что делает судья? Он смотрит, он же должен выяснить все обстоятельства дела. И вот судья смотрит и видит, что есть человек, его подают как обвиняемого на суд, так сказать. И судья смотрит. 23 статья закона Украины о мобилизации. Смотрит в материалы уголовного дела. В материалах уголовного дела, например, есть что? Ну, пусть будет справка МСЭК этого человека, где написано, что у него есть инвалидность. Но какой судья привлечет к уголовной ответственности того человека, который не подлежит мобилизации? Вы должны понимать, что если вы имеете право на отсрочку, то вы не подлежите мобилизации. А если вы не подлежите мобилизации, то не может становиться вопрос об уклонении от мобилизации. Уклониться от мобилизации может тот человек, который подлежит этой мобилизации. А если вы не подлежите, вы же уклониться не можете. Потому что, ну, по сути, мы тогда можем любого привлечь, да? Взять сейчас там мужчину 70 лет и сказать, а давайте его посадим за уклонение от мобилизации. Он же ж не взял повестку на отправку. Либо ребенка, два годика ребенка. Берем, говорим, на тебе повестку. Он говорит, не, спасибо, не надо. Говорим, все, давайте его посадим за уклонение от мобилизации. Он же ж повестку не взял. Ну, вы понимаете, нонсенс, да? Если человек не подлежит мобилизации в связи с тем, что у него есть право на отсрочку, то он не может и понести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Конечно же, здесь есть еще вопрос административной ответственности, да? За отказ от этой повестки можно ли привлечь человека за отказ от повестки на отправку к административной ответственности? Нет, нет и еще раз нет. По тем же самым причинам ТЦК и СП, которые бывшие военкоматы, не могут вручать повестку на отправку человеку, который имеет право на отсрочку. И который, естественно, принес уже документы, подтвердил это свое право. Почему? Да потому что этот человек не подлежит призыву. Поэтому, подводя это, еще раз говорю, если вы имеете право на отсрочку, если вы там явились на ВЛК, например, в ТЦК и СП, чтобы получить эту отсрочку, прошли ВЛК, но вместо этого, вместо отсрочки вам дают повестку на отправку, категорически отказывайтесь и ничего не бойтесь. В этой ситуации закон на вашей стороне, он вас защищает и никакой ответственности за такой отказ от повестки даже во время мобилизации, даже во время военного положения в Украине просто не может быть. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, поставьте обязательно колокольчик, чтобы знать о новых видео. Также приглашаю вас в свой Телеграм-канал. Друзья, с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.